Здравствуйте! В эфире информационное агентство Камчатка и главные новости пятницы 11 сентября. Сегодня в Камчатском крае началось голосование на выборах губернатора региона. В 8 утра в городах и поселках края открылись 188 избирательных участков. Одним из самых нарядных избирательных участков в Петропавловске-Камчатском из тех, которые открылись на Камчатке 11 сентября, стал участок номер 23 во Дворце молодежи. Большое светлое помещение украсили шарами цветов государственного флага. Я думаю, что нашей комиссии удалось оформить помещение в таком праздничном виде, чтобы для наших избирателей эти дни голосования стали настоящим праздником. И мы ждем активности наших избирателей и надеемся на высокую явку. Системой мобильный избиратель воспользовались 3618 жителей края. Они голосуют не там, где прописаны, а там, где им удобнее. Знаете, очень удобно оказалось, что в том учреждении, в котором я работаю, уже находится избирательный участок, но я проживаю в другом вообще округе. И мне было удобно, что я выхожу просто с работы, иду, открепляюсь от своего основного избирательного участка. И сегодня в рабочем процессе я просто спускаюсь, так сказать, вниз на первый этаж, где проходит сегодня голосование. Голосую и спокойно начинаю дальше, продолжаю дальше работать. Жительница Петропавловска-Камчатского Наталья Ковалева пришла к открытию участка и проголосовала уже в 8.05. Я заранее знакомилась с кандидатами, поэтому выбор был принимать достаточно легко. За детскую площадку обязательно буду голосовать, конечно, потому что это наш город, наш край. И я считаю, что это очень хорошая мера для города. На участках голосования в Петропавловске-Камчатском есть возможность выбрать, на каких территориях в следующем году построят новые детские площадки по проекту «Город для жизни». В рейтинговых списках 71 территория. Первые 50 территорий, набравших большинство голосов, будут благоустроены в следующем году. Очень активно граждане принимают участие в голосовании за детские площадки, поскольку я считаю, что это очень интересное голосование. И я очень рада, что участвую в данной процедуре. Еще можно поучаствовать в лотерее и выиграть хорошие призы, например, поездку в Долину Гейзеров. Все участковые избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты для соблюдения мер эпидбезопасности. Медицинскими масками, одноразовыми перчатками, антисептиками, защитными экранами. Мы приготовили для наших избирателей средства индивидуальной защиты, обработки рук, обработки поверхностей. Все мы обрабатываем, все стараемся соблюсти. Ну и сами экипировались, чтобы себя защитить. И наши избиратели тоже остались здоровыми. Одновременно с выборами губернатора Камчатского края в 12 муниципальных районах и городских округах региона проходят выборы глав и депутатов органов местного самоуправления. Голосование на этих выборах тоже пройдет в течение трех дней. Всего должны быть замещены 319 выборных должностей. Организаторы выборов сделали все необходимое для того, чтобы процесс голосования был доступным, комфортным. Но сам избирательный процесс полностью соответствовал всем необходимым требованиям законодательства. И соблюдались основные принципы чистоты, честности, прозрачности, открытости и гласности. Напомним, на пост губернатора претендует 5 кандидатов. Самовыдвижение с Владимир Солодов, Максим Близняков, партия Роста, Дмитрий Бобровских, справедливая Россия, Валерий Калашников, ЛДПР и Александр Остриков, патриоты России. Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс один голос избирателей. Ольга Семенова, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка». Глава Камчатского края проверил, как работают избирательные участки в новых условиях трехдневного голосования. А также вместе с теми, кто предпочитает первым отдать свой голос, проголосовал на выборах губернатора Камчатского края. На избирательный участок номер 24 в средней школе Петропавловска-Камчатского, номер 40, Владимир Солодов приехал вместе с семьей. Сегодня стартуем единый день голосования. Ответственная процедура. Все организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора с безопасностью. И поэтому все четко, по плану, не создает рисков для здоровья наших граждан. И при этом все достаточно удобно организовано. В этом году три дня проходят голосования. Я напоминаю, что это очень важно каждому из нас принять участие, потому что именно таким образом мы формируем власть на местном уровне, на том уровне, который, собственно, и решает наши задачи, с которыми сталкиваемся каждый день. Поэтому призываю всех не забыть в эти три дня выбрать удобное время и прийти на избирательный участок. Экологическую направленность имеет программа развития Камчатки, презентация которой прошла в Петропавловске. Глава региона представил основные тезисы документов в формате ТЭЛ-лекции, выступления, в ходе которого сообщаются самые важные идеи, определяющие деятельность публичного человека, органа власти или компании. Подробности далее. Элементов экологической культуры в детском саду, разные ступени школы, обязательный предмет экологии в 10 и 11 классе. Экологии была посвящена отдельная стратегическая сессия, но вопросы, связанные с защитой природы, поднимали на многих встречах в Центре развития Камчатки. Предложения, которые были выработаны в ходе этих обсуждений, были учтены при разработке программы развития края. Нацеленный на подъем экономики, активное благоустройство и развитие туризма, документ, тем не менее, получил явную экологическую направленность. Мы с вами пришли к однозначному выводу, что туризм – это не просто посмотреть медведя, выловить рыбу и даже не съехать с горы на сноуборде или горных лыжах. Туризм – это про то, что человек может приехать на Камчатку одним, а вернуться совсем другим. Посидев и понаблюдав за извержением гейзера, что-то понять про себя самого, про закономерности развития земли. Именно такой туризм и есть задача нашего развития. Главный результат стратегических сессий – это конкретные проекты, возникшие на основе идей камчатцев. При этом некоторые планы, заложенные в новой программе развития, уже начинают воплощаться. При введении в порядок Авачинской бухты, вы знаете, что уже есть предметные планы, которые тоже обсуждались на сессии и уже вошли в программу правительства по подъему затонувших судов, конкретное понимание по тому, как и в какой последовательности восстанавливать наши портовые мощности по всей территории Камчатки. Ваши предложения уже вошли в решение правительства Российской Федерации, в решение Совета Федерации. Глава региона заявил, что в туризме и многих других сферах миссия Камчатки – формировать новый экологический тип мышления. Бытовое варварство в отношении нашей родной земли, конечно, мы должны прекращать и воспитывать вот это бытовое экологическое сознание, чтобы каждый из нас начал с себя и чтобы турист, который приезжал на Камчатку, не в ужасе потом уезжал от свалки автомобильных шин или от того, как выглядят наши овраги, если немножко съехать с дороги, а уезжал вдохновленным, что даже на Камчатке люди могут цивилизованно обращаться с мусором. К 2025 году в Камчатском крае планируется создать 10 тысяч рабочих мест, связанных с туризмом. Таким образом, по этому показателю, эта сфера станет сопоставима с базовой утраслью экономики Камчатки – рыбной промышленностью. При этом подчеркивается, что для реализации всех планов необходимо срочно развивать экологическое просвещение. В этом мнении с главой региона сошлись многие участники стратегических сессий. Очень важно, чтобы сознание каждого жителя от малого до великого, если вы помните, у нас 25 лет до программы «От дошкольника до министра», так вот очень важно, чтобы от малого до великого, то есть до чиновников, до природопользователей у всех было понимание и осознание края, в котором мы живем, и который, к сожалению, не мстит, а только может разрушаться. За два месяца работы на площадке ЦРК провели 52 сессии, на каждой из которых прозвучало множество идей. Благодаря этим обсуждениям, работе сайта центра и его горячей линии, встречам главы региона с жителями разных населенных пунктов, удалось собрать больше 48 тысяч предложений камчатцев и объединить их в основные направления деятельности в крае. Залина Корбанова, Иван Родин, Антон Скрипаченко, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка». В Елизово любят работать, умеют отдыхать, а еще активно занимаются спортом. Однако главное место для физической активности, а это стадион-строитель, нуждается в реконструкции. Будет ли это сделано? Об этом Владимир Солодов поговорил с городскими жителями. В Елизово активными темпами идет строительство новых жилых домов. Вскоре здесь появится пять многоэтажек. А вот мест отдыха и особенно территорий для занятий спортом горожанам недостаточно уже сегодня. На встрече с Владимиром Солодовым жители попросили реконструировать парк Лозо и увязать его в единый комплекс со стадионом. Спортивные объекты Елизова, такие как стадион-строитель, хоккейные коробки, лыжно-биатлонный комплекс в долине Уюта, также не соответствуют современным требованиям и нуждаются в модернизации. На это горожане также обратили внимание в Рио губернатора. Муниципального финансирования для решения этих вопросов недостаточно, отметили жители Елизова. Владимир Солодов сообщил, что уже поручил разработать комплексные планы микрорайонов Елизова с учетом предстоящей застройки. По набережной проектной документации уже проходит экспертизу. Стадион, проект есть, будем в ближайшие годы включать его в программу. Но важно, чтобы это было увязано и, главное, синхронизировано с программой застройки, которая там будет идти в ближайшие годы. Там появится еще 4-5 новых домов, а значит, там будет больше людей, больше семей с детьми, больше запрос на те услуги, те возможности, которые наш город должен предоставлять. Также Владимир Солодов пообещал елизовчанам в ближайшее время собрать отдельную встречу по судьбе зоопарка, которому, по словам его сотрудников, была выделена территория для расширения. Но дальше этого дела пока не дошло. Рыбопромышленные предприятия региона безвозмездно передали рыбную продукцию для собак камчатских каюров. Чтобы прокормить ездовых псов в питомниках, необходимо от 5 до 60 тонн рыбы в зависимости от количества собак. Встречу с организаторами и участниками ежегодной традиционной гонки на собачьих упряжках Беренге провел в Рио губернатора Камчатского края. По его поручению, Министерство рыбного хозяйства обратилось к рыбопромышленникам. На просьбу откликнулись несколько предприятий. Каюры получили уже около 13 тонн рыбной продукции. При этом хранится продукция, пока каюры не увезут ее к себе, будет в специальных холодильных камерах тоже бесплатно. Потому что если мы раньше в свободном доступе, к примеру, покупали рыбу, если оставались какие-то излишки прошлогодние, то год за годом ситуация стала меняться, так как вся рыба с Камчатки стала уходить. То есть потребитель, соответственно, появился. И сложно стало, так скажем, нам ее приобрести уже за деньги. Реконструкция детской площадки «Кораблик» в микрорайоне АЗС в Петропавловске завершается. Накануне подрядчик закончил укладку резинового покрытия. Объект посетил глава Камчатского края Владимир Солодов. На площадке собрались дети и родители, не только живущие поблизости, но и из других районов города. Реконструкция «Кораблика» была проведена в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». Площадку удалось отстоять и от строительства административного здания. Проект нового «Кораблика» разработан с учетом мнения жителей. Он разделен на зоны, предназначенные для детей разного возраста. Здесь установлены спортивные сооружения, теннисный стол, столы для игры в шахматы, песочница, различные малые архитектурные формы. Камчатке нужен современный музейный комплекс и собственная кузница театральных кадров. Представители культурной сферы края встретились с врио-губернатора, рассказали о проблемах, волнующих их, и внесли несколько предложений о развитии Петропавловска-Камчатского и региона в целом. Приезжая на Камчатку, туристы путешествуют по природным красотам, посещают вулканы, горячие источники и созерцают извержения гейзеров. А еще приходят в краевой музей, чтобы познакомиться с культурой, историей и традициями полуострова. Сейчас он находится в небольшом историческом здании и нуждается в модернизации. На встрече Владимира Солодова с творческой общественностью края было предложено создать в Петропавловске современный музейный комплекс. В свете развития предстоящего Петропавловска как одного из культурных центров, наверное, сюда будет большой наплыв туристов. Каждый из них практически заходит в музей. Таким образом, получается, что Краевой объединенный музей есть лицо не только города, но и края в целом. Я знаю, что существуют планы создания в городе музея боевой славы, ну или там, приставочный центр военного. А если все-таки попробовать как-то объединить, так сказать, все это... Владимир Солодов поддержал это предложение и отметил, что ключевую роль в этом вопросе играет инициатива общественности. Давайте проработаем, давайте концептуально посмотрим, какие вообще музеи мы можем объединить, где какая материальная база, где объективно есть потребность. Искренне считаю, что музей воинской славы нам нужно создавать, потому что я уже прям день в день понимал, что у меня предстоит разговор. Объехал наш выставочный центр, заехал в Краевический музей, посмотрел зал. И, конечно, мне понятно, что здесь большая перспектива есть, и нужно точно это делать. Объединять его вполне может быть, что и объединять. Давайте вместе концепцию сделаем. Коллектив Камчатского театра «Драма и комедии» отметил острую нехватку кадров. Актер театра Аркадий Хозяйчев выступил с предложением готовить специалистов на Камчатке на базе существующих учреждений образования. Создать такой курс, чтобы по 5-6 человек выпускать каждый год. Ребята могут дальше заниматься своей судьбой, уезжать отсюда, поступать в другие, более престижные вузы. Но я знаю, что какая-то часть с удовольствием останется здесь и будет работать здесь, на Камчатке. В Рио губернатора согласился. Ступенчатая подготовка с максимально широким охватом детей Камчатскому краю необходима. Это даст возможность для молодежи поступить в будущем в ведущие школы России и мира с определенной базой знаний. У меня был опыт, когда я работал в республике Саха-Якутии, мы договаривались с Щепкинским училищем, что они специальную группу под нас выделяют, половину они оплачивают за счет контрольных цифр приема федеральных, бесплатно берут, половину региональный бюджет оплачивает. В итоге там получалось, ну для Якутии там чуть больше численности, там 15 человек в год получалось, которые готовились. Можем какую-то такую же программу продумать, она в общем показывает себя неплохой. Также были подняты вопросы о включении в школьную программу по истории героической обороны Петропавловска, содействии в съемках фильмов о Камчатке и нехватке кадров в учреждениях культуры. Ирина Кондрашова, Иван Родин, информационное агентство Камчатка. Петропавловские пожарные предотвратили угрозу взрыва баллонов с газом. Гаражи, в которых находились четыре емкости с кислородом, загорелись в поселке Нагорный. К моменту прибытия спасателей огонь успел перекинуться на соседние гаражи. Из строения вытащили четыре баллона с кислородом объемом до 100 литров. Тушение осложнял тот факт, что рядом с очагом нет естественных источников воды. Подключиться к гидрантам спасатели тоже не могли. Из-за скрытой проводки обесточить только гаражи было нельзя. Пришлось отключить электроэнергию во всем районе. Автоматически перестала работать водонасосная станция. И в гидрантах пропал напор. Поэтому был организован подвоз воды. В результате пожара сгорели четыре гаража. А также поврежден автомобиль, который стоял поблизости. И в завершении выпуска. Праздник в честь дня рождения города продлится два дня. Флэшмоб с построением букв Петропавловск-Камчатский и концерт группы лейбла «Раава» пройдут сегодня на площади Ленина. А в субботу культурные мероприятия будут идти целый день. Праздник на Центральной площади 12 сентября начнется в час дня. Здесь будет работать фестиваль национальных культур с выставкой, костюмами и полевой кухней. На аллее дружбы вдоль Култучного озера будут выступать артисты и музыканты. Тут пройдут разнообразные конкурсы. На Никольской сопке пройдет свадебный бум. В этот раз здесь зарегистрируют брак шесть пар. В три часа дня на Центральной сцене пройдет костюмированное представление «Камчатская экспедиция Витуса Беринга». С концертной программой выступят Юлия Савичева, Балаган Лимитед, группа «Раса» и диджей «Смэш». В 10 вечера над площадью прогремит традиционный фейерверк. Подробная программа праздника размещена на сайте администрации города. Редактор субтитров А.Семкин